А золи здесь тихие, тихие, ветками туманов покрытые, озёра по грязным горят. Известные и полюбившиеся песни теперь не у костра. Запрещено. Может, походы с ночёвкой? Брали бредень, выходили туда, на ту сторону. Отряды на ночь уходили, разрешали. Родители же такие были, мы ведь тоже не изменились. Как загребут, поймают вот эти маленькие, сварим уху. Ну, какое впечатление было. Самого мурашки хотели убежать, потому что да, я сейчас отменили. Отменили этим летом и рыбалку. Не проводят отныне в детских оздоровительных лагерях и родительские дни. Решение санитарных врачей взрослые могут завести с угощениями опасную инфекцию. И даже вроде бы традиционное купание отныне под запретом. Пляж ведь на речке не оборудован, а бассейны от старости пришли в негодность. Мы столкнулись с фактом, когда наши надзорные органы руководствуются, безусловно, не личными убеждениями, а инструктивными письмами, документами, которые разработаны где-то там, не в республике Коми, а еще выше, обделили наших детей той радостью, без которой детство вообще не должно входиться. Вот в этом лагере два бассейна даже было. Я думаю, что настоятельно надо ставить вопрос перед теми, кто отвечает за организацию летнего отдыха, и закупать это для наших лагерей. В целом материальная база, она, конечно, нуждается в обновлении. И правильно, говорит Василий Владимирович, надо ставить задачу хотя бы по одному корпусу новому в таких лагерях, которые очень привлекательны для наших детей, каждый год возводить. Но со старыми корпусами, отсутствием водоемов и запретов на свободное посещение лагеря родителями еще как-то можно смириться. Все-таки 21 век. Сотовая связь делает свое дело. Да и дети в некогда скучать. Обширная культурная программа. Но вот где взять квалифицированных врачей-педиаторов? Нехватка медицинских кадров – это общая проблема нашей республики. И вот, наверное, часть вот этой проблемы, она видна на наших лагерях. Врач в лагере должен быть. Поэтому у нас есть организованная служба, когда при каких-то жалобах, которые медсестры не могут, скажем так, обслужить, мы вывозим детей в стационарные больницы. Не дай бог, какие-то экстренные случаи у нас организованы выезды из скорой помощи. Как нам объяснили в региональном министерстве образования, организовать пляжный отдых и строительство новых корпусов – дело накладное и для ведомства неподъемное. Зато лагеря пополняются новым спортинвентарем, разрабатываются обучающие программы, есть средства на ремонт и благоустройство. Мы большие надежды складываем с возможным принятием федеральной программы по поддержке как раз развития лагерей, детских оздоровительных лагерей и выделению софинансирования с федерального бюджета затрат республики. Но для себя мы также видим приоритеты, что строительство корпусов должно быть в круглогодичных лагерях. У нас на сегодняшний день круглогодичный лагерь один – это грената. Все замечания общественники и многочисленные проверяющие обещали озвучить главе КОМИ. Многие темы стали острыми именно в этом сезоне. А вот запрет на традиционные прощальные костры снять можно было бы уже в ближайшее время. При наличии специально оборудованного места и договоренностей с пожарными на дежурство в этот день автоцистерны и расчеты огнеборцев. На всякий случай. Наталья Литкевич, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.